МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! За окном лето. В наших бокалах молочные коктейли, а на ваших экранах программа Калейдоскоп. И, как всегда, обо всем самом интересном. Обо всем самым интересным. А что у нас вообще интересного в городе происходит? Ну, вот, например, совсем недавно прошел конкурс красоты среди девушек, танцующих бэлли-дэнс. По-моему, очень интересно. Конкурсы красоты в последнее время становятся все популярнее. Самых красивых выбирают среди студенток различных университетов, среди молодых мам, а теперь и среди танцовщиц. Совсем недавно в нашем городе прошел конкурс мисс бэлли-дэнс. Весьма необычное для Рязани мероприятие. Организаторы говорят, что их главной целью было устроить праздник и для его участниц, и для зрителей. Танец живота в нашем городе, ну, скажем так, не очень сильно развивается. Кроме чемпионата, который проводит президент Федерации аэробики, больше ничего нет. И мы решили устроить мисс бэлли-дэнс, чтобы выбрать самую красивую девушку. Всего в конкурсе приняло участие 14 девушек. Все они, однажды попробовав себя в этом направлении танца, уже не смогли от него отказаться и стали профессиональными танцовщицами и преподавателями бэлли-дэнс. И для каждой из них танец – это не просто набор движений, это способ выразить свои чувства, заразить ими зрителей. Она дает очень куча положительных эмоций. В первую очередь можно в этом танце показать свою страсть. Можно играть как хочешь. Можно показать печаль. Можно показать любые эмоции. Ты выплескиваешь в себя все, что в тебе накопилось, ты можешь просто вытанцевать. Вот так можно сказать. Назвать этот конкурс конкурсом красоты сложно. Здесь не было привычных всем визиток или домашнего задания, не было многочисленных вопросов конкурсанткам о их планах и стремлениях. Надо сказать, что конкурс больше напоминал танцевальный. Состоял из двух заданий – импровизации на полторы минуты и специально подготовленного выступления длительностью от трех до семи минут. Так что девушкам нужно было только выложиться на сто процентов. А сюрпризы и неожиданности их могли поджидать только в импровизации. Хотя некоторым танцовщицам именно это и было интересно. Ты не знаешь, как от тебя ждет музыка, мы будем выходить по двое, ты не знаешь, какая у тебя будет соперница, и у тебя есть возможность показать все свои таланты. То есть если это постановка финальная, то ты к этому готовишься. А здесь как бы зритель будет наблюдать именно самую настоящую импровизацию. О том, что это все же конкурс красоты, напоминали критерии оценки. Оценивать мы будем по пяти критериям. Это внешние данные, соотношение внешних данных природных, соотношение прически, костюмов, также соотношение пластики, артистизма. Ну и в общем-то все. То есть подсчет будет честный. Жюри у нас абсолютно из разных отраслей. Поэтому надеемся провести этот конкурс честно. Первой по всем пунктам стала Юлия Филаткина. Именно ее признали мисс Бэлли Дэнс. Но несомненно, все девушки в этот вечер были прекрасны и своим искусством очаровали зрителей. Так что вполне возможно, вскоре в рядах танцовщиц восточных танцев прибудет. Восточные красавицы, это, конечно, замечательно. Но лично мне было бы интереснее посмотреть на брутальных мужчин. Деловая какая. Брутальные мужчины не танцуют танец живота. Они все снимаются в кино. И там они постоянно кого-то спасают. Хотя чаще всего они там спасают мир. Как раз совсем недавно такой фильм вышел в кинотеатрах «Человек из стали». И мы побывали на его предпремьерном показе. Предпремьерные показы в нашем городе явление знакомое и любимое. Сегодня многие спешат первыми увидеть киноновинку, дабы поскорее составить свое мнение, об ожидаемом фильме и поделиться им с друзьями. На сей раз кинотеатр «Киномакс» в торгово-развлекательном центре «Премьер» решил порадовать жителей Рязани фильмом «Человек из стали». И хотя премьера по России должна была пройти 20 июня, рязанцы увидели ее на сутки раньше. Стоит отметить, что фильм очень интересный и уже показал хорошие результаты в мире. Но надеюсь, что Россия присоединится и также будет хороший попсофис. Пожалуй, сюда людей влечет не только возможность познакомиться с очередной версией истории о Супермене, но и атмосферы праздника, которые сопровождают каждый предпремьерный показ в «Киномаксе». Викторина с каверзными вопросами о фильме, зажигательные танцы от «Луна-танц-центр» и, конечно же, предвкушение премьеры. «Я думаю, это будет очень хороший фильм, потому что его ждут очень многие люди. И мне кажется, столько денег, сколько в него вложили, он должен просто оправдать ожидания фанатов. Поэтому мы все ждем премьеру, предпремьеру. Я думаю, я получу огромное удовольствие от просмотра. Наверное, это будет интересно, здорово, как и все предыдущие серии. То есть ждем эмоций и хорошего настроения. Я жду от этого фильма очень многое, потому что я смотрела и трейлер, то есть вообще мне очень хочется посмотреть, и сказку как-то. Я очень жду этого премьера. Конечно, трейлер не может дать полного представления об этом фильме. Еще одна история о Супермене на сей раз была рассказана во всех подробностях. История гибели родной планеты, супергероя Криптона, детство среди обычных землян и борьба со злодеем-генералом Зодом. Конечно, Супермен в очередной раз спас планету и земля над гибели, успев при этом влюбиться в очаровательную журналистку. А зрители смогли не только посмотреть на это, но и почувствовать себя непосредственными участниками событий благодаря уникальному формату IMAX. Эта технология идет в ногу со временем, даже опережает ее. Это технология, которая создает все новинки киноиндустрии. Удивляет зрителей тем, что ты сидишь не просто в кинозале и не просто смотришь фильм, а ты находишься там, по ту сторону экрана. Ты супергерой, ты человек из стали, а может быть ты будешь волшебником из страны Оз. И я благодарю IMAX за то, что они выбирают всегда самые достойные фильмы, самые интересные фильмы, которые интересны нашему зрителю. После окончания премьерного показа зрители поделились с нами своими впечатлениями. Фантастика, я вообще очень люблю этот жанр, поэтому мне доставило большое удовольствие. Я отдохнула и обязательно посоветую всем своим друзьям. Замечательный фильм. Получили много позитивных эмоций. Все было супер. Спасибо огромное всем и создателям фильма, и актерам. Конечно, понятно, что они это все не услышат, но очень понравилось. Очень замечательно. И всем рекомендую посмотреть. В любом случае, впечатление о фильме лучше всего составить самому, посмотрев эту фантастическую и невероятно зрелищную историю. Ну а теперь наша традиционная рубрика «Извольте отведать». И сегодня мы расскажем вам о детском питании. Насколько здоровым вырастет ваш ребенок во многом зависит от качества его питания в детстве. Конечно, ничего нет полезнее, чем материнское молоко. Это своего рода изобретенной природой золотой стандарт питания новорожденного. Но, к сожалению, не все женщины могут длительное время кормить своего малыша грудью. И тогда на помощь приходит детское питание, которое на сегодняшний день широко представлено в современных гипермаркетах. Ну, например, у нас в магазине представлены разные виды смесей сухих. Бывают адаптированные, кисломолочные смеси, гипоаллергенные. Они зависят все смеси от возраста. По возрасту от нуля с рождения до шести месяцев. И с шести месяцев до двенадцати. Далее у нас представлены еще каши. Каши фруктовые, зерновые, злаковые. Некоторые могут возразить, ведь гораздо лучше кормить ребенка домашними продуктами, самому делать пюре и варить кашки. Однако наукой доказана, еда домашнего приготовления неполноценна. Она не может удовлетворить все потребности организма ребенка. Так, например, современные сухие, быстро растворимые каши из серии «Просто добавь молока или воды» создаются из специально отобранных злаков. Они обогащены витаминами, кальцием, железом и различными минеральными веществами. Детское питание можно отнести большой плюс к тому, что там содержатся все необходимые минеральные вещества, микроэлементы, витамины, которые необходимы в том количестве для ребенка, что там написано, в том количестве, которое отражено на упаковке, оно в том количестве, необходимое для полноценного питания, для наших детей. Кроме того, некоторые дети вообще не переносят молоко. Специально для них созданы безмолочные каши и смеси. Также среди детского питания вы сможете найти и гипоаллергенные смеси. Эти смеси, они как бы тем детям, которым обычная смесь просто не подходит. То есть гипоаллергенные – это чтобы не было аллергии, потому что каждый ребенок все-таки по-своему реагирует на смесь, на каждую. Сегодня состав детского питания проходит тщательный контроль, так что мы можем надеяться, что состав, указанный на упаковке, соответствует действительности. Так что если вы покупаете кашу с фруктами, то можете рассчитывать действительно на фрукты, а не на ароматизаторы и усилители вкуса. Хотелось бы отметить, что во всех детских продуктах нет ароматизаторов, усилителей вкуса, улучшающий, либо улучшающий вкус, также консервантов, и также нет аспартам, то есть сахаров нет, которые также вредны для взрослого организма. Поэтому помимо приема этих продуктов для детей можно расценивать как десерты для подростков, то есть даже для взрослых можно употреблять эти продукты к завтраку. И все-таки к выбору детского питания нужно подходить с особой ответственностью. Понимают это и современные потребители. Мы спросили у них, на что они обращают внимание при выборе детского питания. Детское питание там тоже надо смотреть, чье производство. Если, допустим, Китай, то не берем, мы берем наши отечественные лучшие. Я считаю так, что для детей наши отечественные лучшие продукты. На дату изготовления, на что еще? В принципе, производитель какой-то. Ну и в принципе все. Срок годности, потом состав нужно прочитать, что там в наличии, чтобы меньше было добавок, натуральные, чтобы все было. Чтобы натуральные продукты были все, без ГМО там всякое. Это очень ответственно нужно к этому относиться. В любом случае, перед началом прикорма малыша не забудьте проконсультироваться с педиатром и подбирать питание в соответствии с его советами. Вообще, мне кажется, летом концерты, выставки, кино, это немножко не то. Хочется чего-то другого. Как думаешь, вот какое занятие можно придумать себе? Ну, для себя я развлечение нашла. Наверное, довольно необычное. Наверное, кому-то сейчас покажусь сумасшедшей. Но в ночь накануне Ивана Купала я пойду искать цветущий папоротник. Ночь накануне Ивана Купала, одного из самых известных языческих праздников, пожалуй, самая загадочная ночь в году. Возник этот праздник еще до распространения христианства в Европе и приходился изначально на макушку лета, на дни летнего солнцестояния с 20 по 22 июня. В те времена древние язычники поклонялись многим богам, среди которых был и бог плодородия Купала. После того, как язычество было вытеснено православие, в истории праздника Ивана Купала произошли перемены. Его связали с именем святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя и приурочили ко дню его рождения. Сначала он отмечался 24 июня, а после перехода на новый календарный стиль стал праздноваться 7 июля и утерял таким образом свою связь с летним солнцестоянием. Но, несмотря на это, сохранил свои древние традиции. Обряды Иванова дня связаны с огнем, водой и травами. Язычники считали, что огонь и вода это природные силы, влияющие на плодородие. Раньше подготовка к празднику начиналась за несколько дней до него. В эти дни изготавливалось чучело-купалы, которое затем устанавливалось на возвышение. Накануне праздника чучело преподносились различные угощения, водили вокруг него хороводы и пели песни. Пели их девушки, опуская в речную воду венки и страв с зажженными лучинами. Если такой венок сразу же тонул, это означало, что избранник девушку не любит. Если он плыл долго и далеко, девушке суждено большое счастье. Пели много песен на праздник Ивана Купала и во время прыжков через зажженный жертвенных трав костер. Такой костер считался очищающим. Вокруг него танцевали, через огонь прогоняли домашний скот, дабы защитить его от мора и болезней. В нем сжигали снятые с больных детей рубашки, чтобы вместе с ними уничтожить и болезнь ребенка. Основная часть обрядов Ивана Купала сохранилась до нашего времени. Считается, что в эту ночь расцветает папоротник. По поверью, если этот удивительный огненно-красный цветок найдут парень и девушка, то брак их непременно будет очень счастливым. Нашел ли его кто-нибудь когда-нибудь доподлинно неизвестно, но ведь поискать-то можно. Тем более, что эта находка одарит вас возможностью понимать язык зверей и птиц, видеть спрятанные под землей клады и даже возможность становиться невидимкой. Вообще, День Ивана Купала многими своими обрядами обязан верить язычников-славян в то, что в ночь перед праздником травы наполняются чудодейственной силой, деревья становятся живыми и перемещаются с места на место, а ведьмы, колдуны, русалки и леши всячески стараются сделать людям разные пакости. Ложиться спать во всей этой круговерсти нельзя, поэтому в ночь на Ивана Купала праздники продолжались до утра. Люди пели, водили хороводы, купались в реке, обмывались росой, прыгали через костер до самого рассвета. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Не знаю, увидимся ли мы с вами на следующей неделе. Все-таки поиски цветущего папоротника дело рискованное. Но я ночью в лес точно не пойду, поэтому я с вами прощаюсь до следующей недели. Надеюсь, до встречи. Эксклюзивно только в салоне красоты Византия биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion ультрамодная гладкость или дивные локоны теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия площадь Политаева торговый центр Кристалл второй этаж телефон 99 26 92 Продолжение следует...